А еще Михаил Ходорковский, может быть, некрасиво ходит, не умеет плавать, а еще, может быть, я предположу, страшно изменял своей жене, когда еще не был в тюрьме, а еще, может быть, среди его друзей или людей, с которыми он общался, были действительно настоящие преступники, ну вот, во всяком случае, сейчас часть из его людей. И что? Это оправдывает Путина, который судил Ходорковского под придуманными предлогами? Говорить гадостей можно много. Вы занимаетесь идеологическим обоснованием, затуманиванием ситуации. Ситуация проста. Поддержка оппозиции никакого отношения не имеет к правовому, как говорил Путин или там даже Медведев, к процессу, судебному процессу, абсолютно, на самом деле, не правовому, который вели против Ходорковского. Никакого отношения. Если бы они сказали, что они за это судят, ну, поговорили, что это оправдывает Путина и этого судью Данилкина, совершенно не оправдывает. То есть Ходорковского он судит явно не за коммунистическую деятельность? Ходорковский талантливый предприниматель, который пытался изменить, кроме того, что он создавал предприятие, он пытался изменить эту власть. Он говорил о преступлениях власти Путину. О преступлениях Путина он говорил Путину. Это его ошибка. Наивность. Политический романтизм. Давайте его еще и в этом обвиним. Судили его не за это. Поэтому не создавайте тумана. Можно еще тысячи гадостей про него сказать. А ты знаешь, почему это все говорится? Это индульгенция. Нет, это индульгенция. Я ничего не делаю, я не протестую, я не борюсь, потому что жертва режима не идеальна. Знаете, могу вам сказать, что когда шло раскулачивание русских крестьян миллионами, десятками миллионов, среди них, наверное, были те, кто не читал Салтыкова Чедрима, не читал Пушкина. Некоторые, может быть, были антисемиты. Минуточку. Я вам скажу вещь более очевидную и страшную. Вы приходите в блок к Валерии Новодворской. А вы знаете, что она пообещала всем френдам ходить в бассейн? Как вы думаете, она ходит? Обманула. Всех обманула. В бассейн не ходит. Итак, одну секундочку, у нас и так утопят, не волнуйся. Вот про Ходорковского очень хорошо сказал прежний редактор «Нового времени» Александр Пумпянский. Ходорковский узник совести. Это не значит, что это его совесть. Он узник нашей совести. Если у нас есть, это самая совесть. Надругательство над правосудием, полная его аннигиляция и раскулачивание бизнеса, уничтожение независимое государство рыночной экономики, это слишком страшные, касающиеся всех, и глобальные процессы, чтобы некоторые факты из биографии Ходорковского могли бы оправдать нейтралитет в этом случае или даже в поддержку действий режима. Не прячьтесь, пожалуйста, за то, что Ходорковский не идеален. Много ли идеалистов вы защищали на своем веку? Вы кого защищали? Вы защищали Грузию ни в чем не повинную, когда в 2008 году началась война? Или что? Вы ссылались на то, что Михаил Саакашмире тоже не святой, и поэтому надо Грузию завоевывать? Вы во время Чеченской войны где были? Или вы ссылались на то, что были фальшивые аризоны, и что среди чеченцев есть некоторые бандиты? Всему можно найти оправдание, и тогда вы будете защищать только Иисуса Христа. Да и то многие фарисеи и сундукии нашли себе оправдание в том, что он виновен в грядущих бедствиях иудейского народа. Придут римляне и погубят народ, лучше одному человеку погибнуть, чем всему народу. Они нашли оправдание даже тому, что они Сына Божьего не поддержали. В заключении, я не хочу вас, вот конкретно этого человека, задавшего вопрос, в чем-то обвинять. Однако, огромное число людей, которые выполняют заказ власти, вот, ну, нет этого второго процесса, ну, всем уже ясно, что это придумано. Ну, хоть что-нибудь, хоть какую-нибудь гадость, сказать, Прохтарковского. Вот им говорят, идите, вот это стукачи, вот сейчас подвязались на этой работе в интернете, так сказать, тут сидят и кто чего сказал, там передают или сами распространяют информацию. Вы своим постом, вы поддерживаете несправедливость. Это, понимаете, совершить преступление можно по ошибке. Можно защищать, вот Путин защищается, вот. А очень многие, кто в интернете такую информацию распространяет, они это делают просто из подлинненького желания послужить этой власти, пока она есть. А вот заплатят.